Слава Богу, братья и сестры! Бог подарил для меня и вас эту дорогую возможность прийти в Дом Божий и воздать Ему славу. Мы в преддверии этого праздника, который однажды совершился для моей и вашей души. Я хотел бы обратиться к Священному Писанию. Муж Божий Исаия за 700 лет до рождения Иисуса Христа. Он говорил о тех событиях, которые будут в будущем. Те события, которые, может, те, которые окружали Исаию, пиша тот, что Дух Святой ему говорил, и в точности не убавить, не прибавить. Я бы хотел обратить внимание на Исаию, 9 глава. Я буду брать многие места, как из Ветхого Завета, так и из Нового. Я хочу, чтобы нам было более понятно и видеть точность Священного Писания. У кого имеется Библия? Можете вместе со мной открыть Исаии, 9 глава. 1-й, 2-й, 2-й, включительно. Исаии, 9 глава. 1-й, 2-й, включительно. Прежде время умолю землю за Фалунову и землю Нефалимову. Напоследующее возвеличится Приморский путь за Иорданом, страну галилейскую языческую. «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Аллилуйя! Пророк Исаию считает великим пророком из Ветхого Завета, потому что Бог через него говорил о рождении Иисуса Христа и всех тех событиях, которые Иисус Христос прошел на этой земле. В точности. Я бы хотел бы обратить внимание, почему указываются две земли, когда берем мы эту землю Заволонову и землю Нефалимову. Это две земли, которые принадлежали одному из ассирийских царей за 732 года до рождения Иисуса Христа. И если мы исследуем Писание, тут говорится о Галилее Языческой, что Иисус Христос много времени проводил в Галилее. От Галилеи пришел свет на Иуду, Иерусалим и на все народы, которые были тогда, которые есть сейчас, народы языческие. И вот Писание говорит такую истину, «Ходящий во тьме увидит свет». Верим ли мы тому, что вот этот свет Евангелия, который пришел через Иисуса Христа, он освящает всю мою и вашу жизнь? Когда мы возьмем другого человека, который проживал уже в другой период времени, о нем написано Луки 2 глава, его имя Луки 2 глава, я причитаю не весь текст Священного Писания, а только 25, 31, 32 стих включительно, для того, чтобы нам было ясно. Луки 2 глава, 25 стих, это же глава 31 и 32 стих. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева, и Дух Святой был на нем, который ты готовил пред лицем всех народов свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Вы видите точность Священного Писания. Люди, жившие в другой период времени, в другое тысячелетие, но они говорят точно свет просвещения язычников. Я скажу себе и вам, если мне Иисус Христос, ни я, ни вы не были бы на этом месте. Аллилуйя! Но Он нас нашел. Аллилуйя! Он нас нашел каждое свое время. Аллилуйя! Он привел нас. Я вам скажу, что церковь есть, это интернашенал. И в церкви есть разные люди разных возрастов. Есть дети, есть старцы и старицы. И для всех есть много труда на Ниве Божьей. Свет просвещения язычников. Вот этот свет, который приходит от Христа, Он освящает мою и вашу жизнь. Он, Писание говорит, Он заделал это, чтобы мое и ваше сердце благодарил, превозносило его. Когда берешь еще одно место в Священном Писании, Исаии, 42 глава, 6 стих, обратно говорит о язычниках. Обратно говорит тем же мужем Божьим в другое время, в других условиях, но есть же то же самое место, Исаии, 42 глава, 6 стих. Я, Господь, призвал тебя в правду. Я буду держать тебя за руку и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народу, во свет для язычников. Аллилуйя! Аллилуйя! Братья мои и сестры, вот эта личность Господа нашего Иисуса Христа, она сделала великий переворот на земле. И если мне Иисус Христос, если вы честно скажете сами теме, где бы вы были, где был бы я, но Он соделал это все, Он нас привлек. Пусть в эти праздники и во все дни жизни нашей Его Слово укрепляет нас в вере, дабы мы доверялись в точности Священному Писанию, которое способно умудрить нас, которое способно укрепить, способно дать силы и перевести через все обстоятельства, которые должны я и вы пройти, потому что мы живем. Бог подарил нам много милостей и благостей в этом году. И даже то, что мы имеем хорошую погоду сегодня и вчера, и что Бог хранит города, в которых мы живем, и живущие в этом городе, и вместе с ними и нас. Аллилуйя! Аллилуйя! Он питает и греет. Никто из нас не сеял, не жал поля. Никто не сеял, но мы имеем возможность идти в магазин и покупать хлеб насущный, а кто-то, братья и сестры, работает. Это труд. И это милость, которую Он подарил для моей вашей души. Пусть моё и ваше сердце в эти праздничные дни будет благодарно Богу. Пусть наше сердце останется Ему единому. Верно! Для того, чтобы мы, каждый из нас, дошли до той пристани, которую Он нас призвал, дабы Его милость и благость укрепила нас. Я вместе с вами желаю склонить колени и воздать Ему славу. Будем молиться.